Всем привет! С вами Виктория и вы на канале JS Live Home Online. И почему я такая веселая? Как вы думаете? Просто потому что я сейчас... Все это мои чу-чу-чувства! Буду пробовать все, что едят мои животные. А мои животные едят много всякой фигни, как вам покажется. Но я надеюсь, что мне хоть что-то-то понравится. Рук не хватает. Хача! И сейчас я вам оглашу весь список. Эту штуку вы все знаете. Это корм для попугаек. Пересыпан сюда хороший корм. Буду первым я его пробовать. А пробовать, собственно говоря, я буду птичий корм, корм для хомяка и корм для улиток. Я забыла корм для хомяка. Вот. Спасибо, Доча. Начнем мы с корма для птичек. Это Тоша и Лайма кушают каждый день. И им очень нравится он. Я надеюсь, у меня все переваривается, все нормально. А если не переварится, то... Вот это? Угу. Рукожок. Скажи, вкусно? Неплохо. Я не понимаю, что там все так кривятся. Элинар, например, с канала Пернатая Банда. Неси стакан с водой, Маша. Будет долгая съемка, пока я все пережую. Это съедобно. Я думала, эта шелха не будет жеваться. Нормально жуется. Ну, зубок застрет, конечно. Спасибо. Я хочу вот это. Да. Что это? Вставай сюда. Вставай сюда рядом. Ладно, мы будем с Машей вместе пробовать. Немножко у нас проблема возникла. И следующее, что мы будем пробовать, это такое самое мега лакомство, которое попугаи мои просто... Они готовы жизнь отдать за вот это, Маша. Да. Будем пробовать? Нет. Итак, пробуем. Говорят, она сладкая. Это называется чумиза. Сейчас. Давай, ты должна почувствовать сладость. Она на лен похожа. Вы ели когда-нибудь лен? Я ела. Всю жизнь мечтала съесть листок. Честно, я просто думала, что у меня потом какашки будут зелеными. В детстве боялась. Это веточка березы. Попугаи в зеленые какашки. И у нас будут. И у нас будут. И хочу сказать, что этот челлендж, этот вызов всем блогерам, у которых есть животных, передал канал Пернатикс Лайф. Ирина первая попробовала вот это вот все и передала нам этот челлендж. Да отстаньте, ну. Она там пробовала тоже много разных необычных продуктов своих птичек. Если вам интересно, переходите на ее канал, также на канал Элинара и других блогеров, которые я оставлю ссылки под видео, которые тоже уже сняли такой ролик. И это будет весело. Держи. Я хочу ветку. Начнем с листиков. Два листика. Ты их мыла? Да. На что похоже? Я такое ела. Я такое ела. Шавель. Шавель. Слушайте, прикольно. Может мы вегетарианцы на самом деле, Маха с тобой. Да. А веточку будешь? Будешь веточку? Блин, я думала тоже слайма я оставлю. Мы все съели. Это просто, да, вкус детства. Все, я точно поняла. Я в детстве боялась есть березу, поэтому это просто вкус шпината в перемешку со щавлем. Да, 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 кстати. Шпинат и щавель вместе только не кисло. Это? Нет, потом. Знаешь, что это? Да. Что это? Мел. Нет. Нет? Нет. Мел. Вот тут мел. А это? А это сепия. Давай попробуем, я потом тебе скажу. Я боюсь. Это слишком какая-то природная штука. Мне кажется, это не... Ну, оно такое и есть от природы. Это, короче, как натуральная штука. Это что-то морское? Ага. Коралл какой-то, напоминаю. Ох, запах такое, конечно. Ну да. Мидиями воняет. Морем пахнет. Боже, пессимист. Чувствуете разницу, да? Я помню, как улитки это ели. Это так мерзко. Да, улитки ели с хрустом. Такой был хруст. Давай. Ты попробовала? Я просто коснулась зубом, и она такая... Да, не трогай ты меня. Сначала мел, мел. Ладно, сначала попробую мел. Я купила самый дешевый. Специально для нас с тобой, Маша. Он очень сухой. Прям высасывает с языка в воду. Мне кажется, я когда-то пробовала мел. В школе, конечно. Я просто знаю, как он. Не, в школе я точно мел не ела. Дома. Оооо. Я знаю, он мне будет еще с кальцией напоминать. Помнишь, мы с тобой покупали когда-то такие таблетки кальций? Угу. И пахнет так же. Ооо. Выслушивает язык? Противненько немножко. Фу. Это не просто мел. Это мел с морскими ракушками. Видишь, ракушки нарисованы. Мама. Ну что ж. А теперь очередь сепии. Маша предположила, что это что-то морское, природное. Смотри. Если бы Маша не сказала про запах, я бы даже не нюхала. Но знаешь, что это? Я вот это не хочу пробовать. Его еще фиг откусишь. Я отломала? Пробуй сама. Вот видите, какой кусочек я отломала. Покажи. Оно растаяло. Оно очень твердое. Я боюсь укусить накутенные зубы. Оооо. Так вот почему он... Ого, улитки такие мощные. Он как камешки просто. Ммм, сейчас бы есть камни. Будешь пробовать? Нет. Я хочу просто так по... Тогда я тебе не скажу, что это. Фу, фу. Нет. Ребята, напишите в комментариях, что такое сепия. Ты меня обманула. Ты мне не скажешь? А Маша потом посмотрит, почитает. И следующий у нас на очереди корм для хомяка. Короче, поскольку я вытягиваю вот эти все гранулы свитокрафта, но одну все-таки я нашла. Маленький розовый цветочек. И мы его сейчас с Машей пополам попробуем. Мне всегда было интересно, с чего она. Попкорн какой-то. Я, кстати, думаю, оно натуральное. Чего мы их вынимаем? Вот это спрессованная вот эта вот трава. Гранулят. Что? У него есть какой-то вкус. Даже. Все такое пресное, а у этого есть какой-то вкус. Ничего такой. Попробуйте. Да? И вам понравится. Тут мак есть, Маша. Маша любит мак. Кстати, мы по полной ложке взяли. Маша сдалась. Спасибо! Корм для попугая мне понравился больше, чем корм для хомяка. Корм для хомяка мне понравился гранулят. И вот те спрессованные штучки, которые мы обычно выбираем. А так, там еще горох сухой, короче, семена льна, семечки разные. Арахис вроде как, казалось бы, должен быть вкуснее, а на самом деле противное. Будем есть сейчас печенье. Для грызунов. Для грызунов. По фрамочкам. Фирмы Фиеста. Печенье для грызунов я никогда не давала Джесси. Я это специально купила. Я хочу оранжевое. Пахнет довольно приятно, одинаково. Да. Песенька! Попробуй это, на. Это поела человеческое. Давай себе покупать. Дорогое удовольствие, Маша. Я доем эту пачечку сегодня. Овощная корзинка. Вкусный и полезный десерт для грызунов. Маша, это даже красиво будет выглядеть. Тебе понравится. Ооо! Маша закламанулась помочь маме. Машечка, это тебе. Ты так умею. Приятного аппетита. Значит, тут какая-то вафельная корзинка, а сверху... Тарталет. О, у тебя кукурузинка, вот смотри. Класс! Сырая, да. Нюхаем. Печеньем каким-то таким пахнет. Да. Тарталет. Пресным, пресным печеньем. У меня только корзинку получилось. Корзинка классная. Как вафельный стаканчик от мороженого. Нормально. Нормально. Нормально, можно есть. Не говори, что следующий гомарус. Это креветки, Маша. Пока Маша пошла за гомарусом, я открываю вот такие штучки. Это... Это витокрафтовские колоски. Колоски для грызунов. Это страшно дорогие колоски витокрафт. Крекер называется. Выглядит так, как будто это все склеено сыром. Но сыром не пахнет. Это как какашечка на палочке. Там что-то горькое-голькое. Я же говорю, это какашечка на палочке. Поэтому я не хочу это пробовать. В общем, разжевать это нереально. Дальше очередь пришла корма для улиток. Говорят, что вот это беру для улиток охотин. Что очень они его любят. От него сильно быстро растут. Нужно давать по 4. О, пахнет как корм для рыбок. Как корм для рыбок, корм для котов. Это точнее корм для рыбок. Короче, я так подозрела, что этим в основном кормят черепах и всяких таких рептилий. И рыбок. Иногда дают улиткам. И рыбкам. Оно очень дорогое. Они его просто за него вообще, как за чумизу. Мои попугаи, так вот за вот это улитки. Просто вот так водишь перед носом. И они начинают сразу его хватать. Сейчас я это попробую. Я это не пробовала. И Маша попробует. Да, Сва. Я не не. Одновременно давай. Это как креветочка. Представь, что это креветочка. Это хуже, чем пинбузл. Честно. Я распробовала. Вкусненько. Конечно, они за ним тянутся. Скажи. Еще. Похоже на креветки. Да? Что-то вот кальмары, креветки вот это сушеное. Да, но больше я не буду. Я последнюю съем. А я кушу Джессина печенька. Вот и поужинали. Хорошо, что я перед этим пельменей наелась. У нас остался гомарус. И пельмени. Я боюсь. Это гомарус. У него есть лапки. Если чумиза, это мега наркотики и лакомство для попугаев, палочки вот эти, это мега супер лакомство, как наркотик для улиток, то вот эта штука для хомяка, мега наркотик. И сейчас мы с Машей будем его пробовать. Нет. Маша все равно попробует. Она говорит нет, а все равно попробует. Тут есть лапки и усики. Это страшно пробовать. Встань. Маша. Маша не хочет пробовать, но я ее заставлю. Что это хрустнуло? Они безвкусные. Короче, вкуса в них нет абсолютно. Ну что ж, ребята, на этом все. Кому понравилось видео, ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал, жмем на колокольчик. Кто хочет посмотреть эту девочку, ссылка будет под видео. И заходите на каналы моих друзей-блогеров, которые тоже сняли такой видеоролик. Пока! Люблю, целую. Маша, Маша. Подпишись. Субтитры подогнал «Симон»